В нынешнем выступлении губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги пяти лет, на протяжении которых он возглавляет регион. Были озвучены достижения в области экономики, строительства жилья и развития дорожной инфраструктуры, образования, здравоохранения и экологии. Вы помните, в 2013 году наш первый разговор был о масштабных вызовах, с которым жило Подмосковье, о проблемах, которые всех беспокоили, раздражали. Этот нерв, эти эмоции люди передавали в каждом раскаленном до предела зале на встречах, которые мы проводили. Подводя итоги программ по благоустройству, развитию медицины, обновлению транспортной системы Подмосковья, Андрей Воробьев постоянно обращался к статистическим данным. Каждая цифра доклада свидетельствовала об огромной работе, которая проводится в Подмосковье на протяжении последних лет. Очень наглядная динамика, очень понятная перспектива. Цифры, конечно, они впечатляют по большому счету. Но самое главное, что есть понимание того, что единение усилий, связанных с работой правительства Московской области, губернатора, депутатов всех уровней, конечно, это тот правильный посыл, который сможет решить проблему. Выступление состояло из нескольких частей, в которых были озвучены темы безопасности и здоровья, образования, экологии, дорог и качества ЖКХ, эффективного государственного управления и благоприятного инвестиционного климата. Доклад был систематизирован по тем блокам, по тем прорывным моментам, которые проходили на территории нашей области и, соответственно, наших муниципалитетов. Здесь практически каждая страничка доклада, она пронизана и темами, которые связаны, безусловно, с нашим районом. Лидерство – это реальность. Так, в прошлом своем обращении к жителям, губернатор Подмосковья сформулировал концепцию развития региона. Ее цель – вывести Московскую область в лидеры среди регионов России по большинству ключевых показателей. Мы стараемся делать все, чтобы Подмосковье преображалось. Достигнутые результаты – это итог усилий нашей команды с опорой на жителя, итог внимания и поддержки наших идей президента. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы каждый человек в сложной ситуации чувствовал наше внимание и заботу. Доклад стал не только отчетом о проделанной работе, построением планов на будущее, но и своеобразным руководством к действию для глав муниципалитетов. Напомним, что с публичным отчетом глава Ленинского района Олег Хромов выступит перед жителями 13 марта 2018 года в 18 часов во дворце Спорта Видное. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.